Всем привет, с вами Саргас. Сегодня 31 декабря, а потому я хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом, подвести итоги уходящего года и в конце видео подарить вам несколько ритуалов магии желания, которые будут очень полезны в новогоднюю ночь. Сегодняшний день для всего мира – время чудес. Миллионы людей в едином порыве настроены на исполнение желаний и на этой волне каждый может воплотить свои мечты в жизнь. Для начала я хочу поздравить всех моих зрителей, подписчиков, учеников и пациентов с Новым 2016 годом. Уходящий год был невероятно сложным. Очень надеюсь, что приближающийся год будет выгодно от него отличаться. Я хочу пожелать вам счастья, любви, исполнение желаний, духовного развития и, конечно же, магии. Стремитесь вперед и вверх. Наполните свою жизнь смыслом. Только вам решать, как жить, прозябая в рутине, не выходя за пределы своего тесного мирка, или полноценно. Дыша полной грудью, постигая тайны бытия и осознавая себя и свою миссию. Уходящий год и для меня был очень непростым. Начинать все заново очень сложно. Я ушел со старого проекта, которому посвятил много лет, и открыл собственный. Продолжил работу на канале, запустил школу практической светлой магии. Все это было бы невозможно, если бы не вы. Мои пациенты, подписчики и ученики. Каждое ваше доброе слово и каждый ваш отзыв, который вы посвящали мне и моему проекту, дают мне силы двигаться дальше. Большое вам спасибо за поддержку, за доброту и за доверие. Увы, развелось огромное количество шарлатанов, которые порочат само звание мага и вызывают у большинства обывателей предвзятое отношение к любому, кто хоть как-то связан с эзотерикой. Я понимаю, как непросто довериться, посвятить незнакомого человека в свои проблемы и поверить в то, что он способен помочь. Огромное спасибо, что верите в меня, рассказываете обо мне друзьям и не боитесь обращаться за помощью. Отдельное спасибо моим ученикам, многие из которых приходят ко мне уже разочаровавшись во многих учителях и магических школах, прошедших через обман, предательство и вытягивание денег. С большинством из вас мы уже прошли долгий путь, и пусть с точки зрения магии этот год совсем мало, однако многие из вас уже добились неплохих результатов и неустанно радуют меня новыми свершениями. А теперь несколько обещанных ритуалов на исполнение желания, которые проводятся в ночь. Первый, думаю, самый известный ритуал – сожжение бумажки и бокалом шампанского. Если у вас будет такая возможность, то когда начнут бить куранты, напишите на клочке бумаги ваше желание, сожгите его, бросьте пепел в бокал с шампанским и выпейте бокал до дна. Не обязательно наливать полный бокал. Не стоит портить Новый год себе и своим близким, которые, кстати, могут не понять вашу суету с бумажкой и пеплом. К сожалению, многие люди крайне негативно воспринимают любые проявления магии, поэтому есть альтернатива. Вы можете нашептать ваше желание на любой напиток и выпить его до дна под бой курантов. Опыт показывает, что этот способ не менее эффективен, главное – настрой, с которым вы проводите ритуал. Очень важно верить в то, что вы делаете. Я не раз проводил ритуалы магии желания, и ни разу они меня не подводили. Хотя, стоит оговориться, чем серьезнее желание, тем больше времени необходимо для его реализации. Если так получилось, что вы встречаете Новый год в кругу законченных параноиков или вставки вражеского командования, то специально для вас, товарищ, я могу дать совет, который поможет вам избежать разоблачения, даже если за вами пристально наблюдают. Если ваше желание связано с финансами, то под бой курантов вы можете незаметно зажать в руке монету или мелкую купюру. Озвучив про себя желание увеличить свое благосостояние, вы направите посыл денежному эгрегору, который, скорее всего, весьма благоприятно его воспримет, так как ваша мысль будет многогратно умножена энергией нового года. Засовывать купюры в обувь, как рекомендуют некоторые источники, я крайне не рекомендую. Деньги необходимо уважать и относиться к ним бережно, а если вы засовываете деньги в ботинок, вряд ли такое святотатство будет положительно воспринято денежным эгрегором. Также я не рекомендую умываться утром 1 января деньгами. Видите ли, вряд ли купюры, которые вы найдете в своем кошельке, стерильны. Надеюсь, мне не нужно продолжать. И последний на сегодня, но думаю, самый важный ритуал. Его нужно проводить 31 числа до того, как вы начали праздновать. Сядьте в укромном месте и зажгите небольшую свечу. Поздоровайтесь с огнем и попросите помочь вам изменить жизнь к лучшему в грядущем году, избавиться от старого и ненужного и получить желаемое. Возьмите лист бумаги, ручку и разделите его на две половины. На одной напишите «избавиться», на другой «получить». Хорошо подумайте и заполните эту импровизированную таблицу тем, от чего вы бы хотели избавиться и тем, что бы вы хотели получить. После поблагодарите огонь и потушите свечу. Очень важно, нельзя задувать пламя свечи или тушить его водой, например, послюневив пальцы. Это страшное оскорбление для стихии огня. В идеале пламя свечи нужно тушить сухими подушечками пальцев, но с непривычки это может быть сложно, поэтому вы можете просто накрыть свечу чем-то вроде ложки. После спрячьте свечу и лист бумаги, так, чтобы его никто, кроме вас, не нашел, время от времени вы можете доставать этот список и проверять ход исполнения ваших желаний. Когда все, что вы задумали, сбылось или сбылать хотя бы большая часть, вам нужно снова зажечь эту свечу, поблагодарить огонь и сжечь в его пламени лист бумаги, на котором вы писали желание. Если вы умеете, то создайте энергетический шарик и выпустите его в пламя свечи. Ваша энергия – это лучшая благодарность для стихии и любого эгрегора. О том, как создавать энергетические шарики, вы можете услышать, перейдя по ссылке на вашем экране. Внимание! Соблюдайте правила пожарной безопасности. Если вы сжигаете бумажку у себя дома, убедитесь, что рядом нет легко воспламеняющихся предметов, а под рукой находится огнетушитель, одеяло или на худой конец кастрюля воды. Оскорблять огонь, конечно, не стоит, но поджечь квартиру куда хуже. Также рекомендую вам не налегать на спиртное в эту новогоднюю ночь и не обжираться в новогодние праздники. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Вы ведь не хотите проводить Новый год, погрязнув в обжорстве или пьяном угаре? Еще раз с праздником всех! Будьте счастливы в Новом году! С вами был Sargos, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт magsargos.ru. На его страницах вы можете получить магическую помощь, вступить в школу магии, найти статьи и видео на магическую тематику. Берегите своих близких и умейте отличать тех, кто останется с вами несмотря ни на что, от тех, кто бесследно исчезнет из вашей жизни. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok